В диктанции не было ни одного вопроса, связанного с улицами родного города, а ведь иногда на адресных табличках встречаются достаточно необычные названия. Например, улица Прямоугольная в Кемерове или озеро Хасан в Омске. Какие еще диковинные названия на карте сибирских городов встретили мои коллеги, расскажет Светлана Еловнарова. Можно на ближайшую машинку на улицу РВ49? Номер дома? Три. Ты честно? Ну да. Операторы такси уже привыкли принимать заявки от пассажиров с улицы РВ49. Ее длина не больше 100 метров. Стоит там всего один дом под номером 3. Своё название улица получила в 40-х. Сюда во время войны эвакуировали радиовышку с серийным номером РВ49. РВ49 она вещала на Новосибирскую, Тюменскую, до Салихарда и Казахстан. До Астаны примерно. Был поселок РВ49. Раньше тут бараки были. Еще одна особенность омских улиц – использование цифр в названии. В городе 34 рабочие, 36 северных их пересекают 21 Амурская, а также 23 Марьяновских и 27 линий. Систему предложил инженер Вернер в 1920-е годы. Главные улицы называть в честь героев или знаковых событий, а улицам на окраине присваивать номер. Практически в каждом городе есть улица, названная в честь соседнего региона. Причем географически она должна быть направлена именно в его сторону. Правда, в соседнем Новосибирске улица Омская почему-то пролегает в противоположном направлении. Этот город можно вносить даже в Книгу рекордов России. Здесь людей прописывают на улице самым длинным названием – из 97 букв. А именно территория, изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства дом номер 17. Чувствуешь себя не совсем свободным. Потому что куда ни пойди на почту или куда, в банк, например, и начинаешь объяснять, почему у нас такой адрес. В администрации говорят, нужно изменить статус назначения земли. Причем за счет жильцов. Только после этого они смогут пройти по улице с нормальным названием. А вот в Кемерове ходить по улице Свободы приходится осужденным из правительной колонии номер 5. Название придумали еще в 70-е годы прошлого века. Предлагаю, что, возможно, злая шутка. Чтобы не так обидно было, наверное. Ну, конечно, подумали, улица Свободы заканчивается зоной. Или зона начинается улица Свободы. И переименовать эту улицу пока не собираются. Да и в большинстве городов подобные улицы с диковинными названиями становятся частью городского фольклора. Светлана Еловнарова, Дарья Швыдка и Максим Мартынов. Новости здесь, Омск.